Белая-голубая Наша роспись, прежде всего, обусловлена техникой росписи. А техника росписи, в основу лежит техника росписи, это мазковая роспись с наборным мазком. Это в основу. А дальше идет что? Вот смотрите, есть какие-то уже традиционные орнаменты, особенно это графические орнаменты. И есть мазок в руках, да? А мазком, прежде всего, что пишут? Ну, какой-то цветок. И прежде всего, розу женскую. И у каждого, почти у каждого, она своя. Во-первых, это просто как сподручнее, да? Вот некоторым вот так писать удобно, а некоторым вот так удобно. Отсюда все и возникает вот это вот разнообразие росписи, потому что она ручная и почти нет талик. А все пишут вот так представляют себе, так и пишут. Вот понимаете, чуть-чуть видоизменил какой-то элемент, допустим, в графическом орнаменте, и он уже получился другой. И таким образом вот эта роспись, она все время вот движется, она никогда не стоит. И поэтому вот говорить, что, ой, это надоело, это гжель, она татяя, татяя, вот, не получается. Она татяя разнообразная, что вот, ну, на любой вкус. Этот непосредственно цех называется, значит, модельный цех. Это, сказать, это мозг завода, откуда все новые изделия делаются. Вот сюда приносят, будь то это блюдо, будь то, ну, любое изделие. Все начинается вот с этого цеха. Обычно там художники приносят какие-то, значит, свои вещи. Вот, ну, в данном случае я вот работаю здесь и как художник, и как и модельщик, как это. В общем, короче говоря, я все могу сделать от начала до конца. Вот, допустим, там какие-то скульптурки делаются, значит, да. Вот, и скульптурки нужны. Некоторые спрашивают это, интересуются, потому что гжель, она богата своей, как говорится, своим промыслом. Так что не только была посуда, а было все, все доступное. На тот уже будет петушка, значит, да, вот и сделал пока маленького, значит. А это у меня уже будет большой, непосредственно. Это у меня будет, как бы, штоп. Относительно традиций, конечно, мы постоянно держимся, как за путеводную нить, и стараемся не отходить, но жизнь заставляет все равно двигаться и развивать традиции. То есть мы, так бы, вот в русле к жильских традициям работаем. У нас эти кризисные явления вообще не сказываются никак. Благодаря тому, что сейчас курс рубля, как бы, упал, к этим валютам всем прекратился. Импорт в Россию дешевого фарфора из Китая, из того же, да, Европа, она вообще не конкурентно способна с их ценами на российском рынке. Потом, я так понимаю, что предприниматель, в свое время, который покупали это все, это все бралось от кредита, кто будет сейчас брать под 25% кредит, покупать фарфор в Китай и везти его сюда, с непредсказуемыми последствиями по поводу того, как это будет продано. Поэтому у нас сейчас, можно сказать, пик спроса. А тут у нас сейчас пошли заказы от иностранцев. Ведь сейчас же мы еще внедрили интернет в магазин. Через интернет в магазины могут приходить заказы. Вот недавно был у нас товарищ тут в Корее, который, увидев нашу продукцию, сказал, ну, образцы, я беру, а теперь готовь 40-футовый контейнер. Вот, потом, ну, много таких сейчас стало, и все требуют, чтобы там было по-английски написано «сделано в России». Вот, мы сейчас разработали это, опять штамп вернули, теперь у нас наносится этот штамп на дно. То есть, я считаю, что все-таки это вот тоже определенная оценка качества и спроса на наш фарфор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok